Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. 182 миллиона рублей. Таков итог борьбы с неплательщиками налогов. Пополнение городского бюджета сегодня согласовали депутаты. В Сочи прошло оранжевое лето. На городском фестивале подвели итоги кампании по детской занятости. Куда пропали все старания? В Сочи не досчитался голосов общероссийской кампании по выбору символов на банкноты. Сочинским леопардам выбрали имена. Процесс включилась. Вся страна. Естественные монополии должны умерить свои аппетиты. Об этом на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым заявил Вениамин Кондратьев. По мнению губернатора, сетевые компании в регионе, предоставляющие газ, электричество и воду, мешают развиваться кубанскому бизнесу. В отсутствие конкуренции они порой устанавливают грабительские цены на свои услуги. Они очень сильно влияют на инвестиционный климат и на инвестиционную привлекательность региона. То есть, конечно, мы говорим не о энерголимитах, мы говорим не о газолимитах, мы говорим и в целом о этих монополиях, которые сегодня, к сожалению, ограничивают в силу дефицита вот этих самых лимитов, в том числе и на электричество, что для края основной бич, возможность инвесторам заходить в регион и работать по полной мощности. Прошу вашего внимания, чтобы этот процесс находился под вашим вниманием, чтобы возможность повлиять на естественные монополии с точки зрения расширения производств и захода новых инвесторов в край, конечно, была. По естественному монополию могу сказать, что мы сегодня подготовили программу стратегии роста, которую по поручению президента мы делаем, Столыпинский клуб. Там есть конкретные предложения, как ограничить рост тарифов. И вообще тарифы не могут формироваться за счет того, какие затраты несут ресурсные, естественные монопольные компании, а должны соответствовать рыночному соотношению спроса и предложения. С этим мы, конечно, выходим к президенту. Уверен, что мы этот вопрос решим. Губернатор обсудил с уполномоченным при президенте по правам предпринимателей поддержку малого бизнеса на Кубани. Он формирует больше четверти валового регионального продукта. Именно небольшие частные предприятия должны стать локомотивом экономики. Для этого в крае продолжат разрабатывать программы по поддержке малого бизнеса. Наша сегодня основная задача выбрать приоритет и поддержать те отрасли экономики, которые максимально рентабельны, которые максимально сегодня дают экономическую отдачу. Что такое господдержка? Это, конечно, поддержка государственными деньгами, но она не может быть безвозмездной. То есть мы должны получить возврат в виде налогов, рабочих мест. Это очень важно. Поэтому нам сегодня важно понимать, где эти точки роста и куда максимально сосредоточить господдержку. Краснодарский край сегодня по деловому климату находится в когорте лучших сегодня субъектов Российской Федерации. Действительно, это не зря, это заслуженность. Сегодня здесь развивается бизнес. Хотя сегодня есть и проблемы, но эти проблемы, конечно, прежде всего связаны с общесистемными вопросами всей экономики России. Здесь, конечно, очень важен малый и средний бизнес. В такой сложной экономической ситуации очень хорошо, что Краснодарский край сегодня уделяет этому первостепенное значение. Потому что они создают как раз самые базовые, доступные продукты и услуги для населения. Поддержка малого и среднего бизнеса невозможна без инновационной инфраструктуры. В крае сейчас прорабатывается вопрос создания аграрных и промышленных бизнес-инкубаторов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Бюджет Сочи пополнен на 445 миллионов рублей. Такое решение сегодня единогласно приняли депутаты городского собрания в ходе внеочередной сессии. Добавить такую сумму в казну удалось за счет плодотворной работы по борьбе с неплательщиками налогов. Таким образом, к имеющимся почти 263 миллионам рублей, полученным в ходе межбюджетных трансфертов, сегодня добавилось 182 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на первоочередные социальные нужды. Это содержание и ремонт муниципальных дорог во всех районах города, расчистка русла реки Кепша и укрепление ливневых каналов в поселке Мирный, а также восстановление подпорной стены на Макаренко-32. Больше 30 миллионов рублей пойдет на организацию питания детей в садах и школах. Было направление, в первую очередь, как мы говорили на предыдущих сессиях, так что на самые первоочередные необходимые нужды наше муниципальное образование, которое обеспечит нормальную жизнь нашего города в осенне-зимний период, ну и решат социальные вопросы в отрасли образования. Кстати, Сочи побил не самый приятный рекорд. Курорт на первом месте в крае по количеству штрафов за неоформленных работников. На сегодня сумма взысканий достигла 10 миллионов рублей. И самый главный результат, что значительное количество предприятий выходит из тени, а их работники получают соцгарантии. Такие данные озвучили на очередном межведомственном совещании, уже 16-м по счету. На каждое приглашаются нарушители, которых выявили группы инспекторов в ходе рейдов по районам. Заместитель главы Сочи Ирина Романец таких нарушителей условно разделила на две категории. Те, кто намерен исправиться и делает это, и те, кто отчаянно спорит, намерен тянуть время и работать в тени. Остужая таких предпринимателей, выписан штраф – 120 тысяч рублей за каждого неоформленного сотрудника. То, что они есть, инспекторам выявить легко. К примеру, гостиница на 40 мест по стандартам требуется 6 рабочих. Часто отговорка, мол, это семейный бизнес, управляемся втроем. Но, как отметили на комиссии, такого понятия в законе нет. Заявили большую вместимость – будьте добры соответствовать критериям качества. Нанимайте родственников. Но оформляйте, подчеркивают специалисты трудоинспекции, хотя бы по минимальному размеру оплаты труда. Это 10 тысяч 775 рублей. Потому что выдача зарплаты в конвертах вредит и сегодняшнему бюджету города, и будущему бюджету самих сотрудников. Мы благодаря существованию серых схем, когда люди получают деньги в конвертах, не соблюдаем и не обеспечиваем пакет социальных гарантий нашим людям, нашим сочинцам. Это влечет за собой большую социальную беду. На сегодняшний день в городе Сочи из 135 тысяч пенсионеров, которые живут в нашем городе, 43 тысячи людей, которые находятся фактически за чертой бедности. Даже те, кто по постановлению комиссии сегодня начнет оформление трудовых договоров, обязаны проставить в них дату фактического начала работы. То есть, если сотрудник отработал весь сезон, то и расчеты должны вестись, к примеру, с 1 июня. И к другим новостям. Новая волна в Сочи назвала победителей. Первое место разделили Хорват Дино и итальянец Уолтер Ричи. Второе место заняла украинка Галина Безрук. Третье – конкурсант из Грузии Георгия Надибаидзе. Приз зрительских симпатий и специальный приз – ротацию клипа в эфире музыкального канала получила россиянка Ясения. Всего в нынешней конкурсной борьбе приняли участие 16 финалистов из 12 стран мира. По данным организаторов, телеаудитория конкурса составила более чем 200 миллионов человек. Ожившая история. В этнографическом комплексе Атамань отметили 224-ю годовщину с момента высадки первых черноморских казаков на Атамань, что и послужило началом кубанскому казачьему войску. В честь праздника в Этна-Станице устроили скачки на лошадях вместе с Джигитовкой. Они прошли в рамках фестиваля «Легенды Тамании». С торжественной датой всех поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Наши предки никогда и никем не были сломлены. Труд на земле и служение России они считали смыслом своей жизни. А веру, честь, совесть и достоинство казака они ставили выше богатства и славы. Сегодня спеть казачью песню или одеть казачью форму – это еще не значит стать казаком или быть казаком. Сегодня казак в первую очередь должен быть человеком слова и дела. Казаки должны и будут возделывать земли. Вот такое казачество сегодня нужно нашей Кубани. Потому что в нем наше будущее. 3247 казаков на 50 лодках и одной яхте пристали вот как раз к этому берегу. Именно отсюда, с Таманской земли, пошло развитие Кубани, развитие кубанского казачества и всего кубанского казачьего войска. А Тамань – воссозданная казачья станица. Заходишь сюда и сразу попадаешь в 19 век. Земляные улочки, хаты, построенные по технологиям того времени, повторяют быт кубанцев, живших здесь 200 лет назад. Вениамин Кондратьев, приехавший на празднование годовщины высадки на Тамань черноморских казаков, прогулялся поэт на станице. Такое наглядное напоминание о прошлом в настоящем дает возможность вживую узнать, как жили наши предки. Хорошо, что у молодежи сейчас появился интерес казаческий, понимаете. И вот видите, клубы создаем, как говорится, казачьи классы создаем. Отрывать их надо от компьютеров, от этих. Нельзя ни в коем случае, ребят, отказаться от своих корней, от великого прошлого, от наших фресков, которые нам сегодня оставили эту Кубань. Поэтому то, что вам дали, сохраните и отдайте своим потомкам. Тогда будет жизнь на Кубани продолжаться. А вы плотно стойте на этой земле и никому ее не отдавайте. В казачьих классах учат не только наукам светским, но и, что называется, аутентичным вещам. Например, владение шашкой. Такие нетривиальные спортивные дисциплины привлекают много молодых ребят. Школьники торжественно простились летом. На сочинском Южном Малу прошел городской фестиваль «Оранжевое лето», посвященный подведению итогов работы летних досуговых площадок Сочи в 2016 году. Южный Мал в минувшую субботу стал одной большой детской площадкой. Для сотен детей разбили десяток зон активности, где проходили различные анимационные программы и соревнования. Организаторы «Жилета-2016», аниматоры дворовых досуговых площадок в лице студентов и работников самых разных городских отраслей свои места заняли на сцене. Благодарственные письма главы города Сочи получили более 150 человек. А самый активный еще и ценный приз – телевизор. 100% школьников были задействованы в летней программе. Только более 10 тысяч отдохнули в пришкольных лагерях, более 2 тысяч сходили в многодневные походы, 2,5 тысячи отдохнули в палаточных лагерях. Каждый день 800 человек на наших площадках образования, вечерних, принимали мы. И программа была интересная, она была межведомственная, и профилактическая, и творческая, и, конечно же, спортивная. Безопасность дорожного движения, правила поведения в общественном транспорте, о безопасном образе жизни, профилактика вредных зависимостей в молодежной среде. Все эти темы поднимались специалистами города на всех 145 площадках нашего двора. Помимо всего прочего, юные горожане отдохнули за пределами Сочи. На эти цели было выделено тысяча бесплатных путевок. Большое внимание мы уделили трудоустройству детей, особенно тех, которые тоже находятся в трудной жизненной ситуации. И если в прошлые годы процент детей, находящихся в особом положении, занимал где-то 10-12-20% в трудоустройстве, то на сегодняшний день более 50% – это именно такие дети. И я надеюсь, это отразится вообще на всей ситуации в нашем городе, особенно на снижении преступности. Всю работу летней программы школьников контролировали сочинские единороссы, которые, ко всему прочему, и организовывали досуговые площадки, и обеспечивали их инвентарем. А еще этим летом для сочинских ребят открылся новый скейт-парк, который построили вместо демонтированного фан-бокса у стерео. Вся эта работа с детьми направлена не только на обеспечение занятости несовершеннолетних в летний период. Она содержит и важные воспитательные моменты, отмечают власти города, направленные на формирование чувства ответственности, уважения к собственному здоровью и к родному городу. В целом же за летний период отдохнуло и оздоровилось более 50 тысяч детей школьного возраста. Очень круто, очень весело, очень все яркое. Очень было весело, очень-очень классное лето, очень. Ждем теперь 2017 год, лето. Были много аниматоров, они нам помогали, развлекали нас. Были разные очень интересные конкурсы. Лето, Баба! Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Городские спортшколы и учреждения доп. образования с началом учебного года провели традиционный день открытых дверей. Свои возможности дети, тренеры и педагоги презентовали десяткам школьников, которые только делают свой выбор. 78 видов спорта развивается в городе Сочи. В 24 спортивных учреждениях различные виды культивируются. Поэтому не только сегодня на этой площадке был день открытых дверей, а также в Лазаревском районе спортивном комплексе, в Адлерском районе, на Дю США-10 была площадка организована, в Хостинском районе, в Парусном центре. Популярно это футбол, конечно же, единоборство, художественная гимнастика. И в этом году плавание побил все рекорды. На 90 мест 400 человек был конкурс. Фехтование, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, картинг. О том, что в Сочи можно заняться и этими видами спорта, многие дети и родители узнали впервые. Продемонстрировали свои возможности и учреждения дополнительного образования. Ракетостроение, робототехнику. Можно было подержать в руках шуншилу, змею и узнать, как растут кораллы. Можно было разобрать автомат, можно было написать статью в журнал. Ребят ждут везде. Двери учреждений доп. образования открыты для всех и для каждого. Мы очень надеемся, что это увлечение станет для детей хорошим и времяпровождением, хорошей базой новых знаний. И, может быть, это пригодится даже в будущем для профессии. Активно свою работу презентовал и клуб юных журналистов «Пестрая сорока» от Центра творческого развития и гуманитарного образования. Ребята брали интервью у участников мероприятия и даже поделились с нами частью своего видео. Помимо добрых и пушистых, тут есть еще и амфибии. Они только кажутся страшными, но на самом деле они очень милые. Мой выбор, мое будущее. По таким названиям сегодня стартовал молодежный фестиваль. Инициаторами стали студенты Универсального и экономико-технологического колледжа при поддержке избирательной комиссии Сочи. Вот этим студентам по 18 лет. Все они в воскресенье получат на участках паспорта молодых избирателей. Голосовать будут впервые. А сейчас начали тщательно готовиться к выборам. Это наш долг как гражданина Российской Федерации. То, что мы обязаны это делать. И тем более я считаю, что это достаточно интересно поучаствовать в выборах. И по крайней мере все, кто сегодня участвует в этом мероприятии, наши основные активисты нашего колледжа, они горят желанием пойти на выборы. Ну а накануне дня голосования, который состоится в ближайшее воскресенье 18 сентября, студенты приняли участие в квест-игре «Машут избирателя». Она состоит из пяти этапов. Все на знание избирательного права. Задания так и называются. Избиратель, конституция, выборы, голосование, демократия, свобода, ответственность. Читайте задания. Читайте задания. Смотрите, на этот творческий блог, но не важно. Команды передвигаются по станциям, на которых их ждут наставники-судьи, дающие задания и координирующие игру. На каждой отводится пять минут. Это и решение задач ситуации, работа с определениями источниками разгадывания кроссворда. Команда, решив очередную задачу, получает ключ для дальнейшего движения. По итогам двух дней получат команды дипломы, а также получат призы. Основная задача избирательной комиссии – это все-таки привлечь внимание к такому очень важному политическому событию в жизни нашей страны – выборы парламента Российской Федерации. И поэтому нам важен каждый голос, особенно голос молодежи. Организаторы фестиваля уверены, получив больше знаний в области избирательного права, студенты на участках уже в это воскресенье сделают свой осознанный выбор. Елена Всецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи недосчитался голосов в общероссийской кампании по выбору символов на банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Напомню, конкурс стартовал в конце июня. На первом этапе был составлен расширенный список городов-территорий символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых купюрах. Во втором этапе был проведен опрос общественного мнения, по итогам которого определились 10 самых популярных городов и территорий, а также 20 символов, которые к ним относятся. В Сочи, а также две его достопримечательности – горнолыжный курорт «Роза Хотор» и Олимпийский дворец «Фишт» – вошли в этот список. Далее начался третий этап. Гражданам предлагалось в онлайн и офлайн, то есть путем заполнения анкет, в режимах проголосовать за любимые города и их символы, которые в случае победы будут изображены на новых банкнотах. Чтобы повысить рейтинг Сочи, городскими властями были организованы многочисленные акции и флешмобы. Благодаря поддержке курорт вошел в пятерку, лидеров и стал уверенно набирать баллы. Однако 10 сентября на сайте твоя-россия.рф у нашего города отняли порядка трех тысяч голосов. И участники «Новой волны», и звезды нашей отечественной эстрады, и политические деятели, и, безусловно, жители, и жители города Сочи, и жители России активно поддерживают город Сочи. И вдруг оказалось, что именно на субботу нам не прибавили ни одного голоса на вечер, и более того, что сняли 2770 голосов, нам это непонятно. Есть предположение, что путаница произошла по техническим причинам. Городские власти намерены обратиться к организатору конкурса, которым является Центробанк, с просьбой пересмотреть текущие результаты и добавить в Сочи заслуженные голоса. Напомню, отбор проходит на портале твоя-россия.рф. Итоги конкурса будут подведены 7 октября. Продолжаем. Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России. Версии и контроверсии». В эти дни в очередной раз проходит в Сочи. Для участия в нем на курорт прибыли более трех тысяч человек. Акушеры-гинекологи, неонатологи, врачи смежных специальностей, а также фармацевты. Как отмечают организаторы, число участников с каждым годом растет. Аплодисменты, игрушки, цветы в перинатальном центре в часы выписки новорожденных – это картина обычная. Но надолго счастливые семьи здесь не задерживаются. Следом на выход готовятся другие мамы и малыши. Роддом, как его тогда называли, был построен в 1974 году. Его потенциала хватило на несколько десятилетий. И когда возникла потребность в более современном медицинском учреждении, именно на его базе возник перинатальный центр в составе городской больницы номер 9, которая специализируется на здоровье матери и ребенка. Впрочем, еще до конца года должен быть построен новый перинатальный центр, где будут учтены все требования современной медицины. Краснодарский край всегда был в передовиках. И вот сегодняшний разбор показал, весь мир старается делать крупные родовспомогательные отделения. Все специалисты под боком, и это та идеальная модель для всей страны. Профессор Виктор Одзинский, руководитель научной программы семинара «Репродуктивный потенциал России. Версии и контроверсии». Идеолог мероприятия, президент Междисциплинарной ассоциации репродуктивной медицины. На семинаре отмечают, материнская смертность – основной цивилизационный показатель в России снижается. Та федеральная программа, которую сегодня реализуют, и строительство в Сочи, которая завершается, и в Краснодаре построены, вне всякого сомнения, вызывая, как результат, дает снижение младенческой смертности и материнской. Сегодня Краснодарский край – один из лучших. И это не мои слова, это слова министра здравоохранения России. Искоренение предрассудков и ошибок – так формулируется главная задача семинара. В этом году он привлек на несколько сотен участников больше, чем в прошлом. В программе обсуждение научных докладов, презентация новых медицинских препаратов. Есть и практические занятия, прямые трансляции из операционных. В заключительный день работы семинара «Репродуктивный потенциал России» 13 сентября состоится открытая лекция. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочинских котят переднеазиатского леопарда назвали «Волна», «Артек» и «Багира». Они появились на свет в Центре разведения хищников в День России. В дальнейшем был объявлен конкурс по выбору имен для новорожденных котят. С 15 июля на сайте «Россия называет.рф» любой желающий мог предложить свой вариант. Всего жителями нашей страны на первом этапе голосования было предложено более 9 тысяч вариантов, а проголосовало за имена, вошедшие в шорт-лист около 18 тысяч человек. Среди наиболее популярных имен также были «Эльбрус», «Алтай», «Добрыня», «Сапфир», «Сириус», «Марс», «Мир» и «Симба». Самок предлагали назвать «Лада», «Герда», «Ева», «Мира», «Россия», «Луна», «Аврора» и «Надежда». Второй этап отбора имен для леопардов стартовал одновременно с конкурсом «Новая волна». Звезды эстрады активно предлагали свои варианты. В итоге было решено остановиться именно на вариантах «Волна», «Артек» и «Багира». 2856. Выставка с таким загадочным названием открылась сегодня в Сочи. Ее автор – известный российский художник Роман Ляпин. В экспозиции художественного музея представлено около 40 произведений живописи и графики, специально отобранных автором для показа в Сочи. Выставка проходит при поддержке благотворительного фонда имени Андрея Андреева. Роман Ляпин – яркий художник с узнаваемым творческим почерком, уважающий классическую живопись. Выставка приурочена к его юбилею. Главный персонаж Полозин – живущий собственной жизнью город. Художник обобщает пейзажи почти до абстракции. Хотя правильнее эти произведения называть не пейзажами, считает автора портретами. Ведь у города есть свой характер, настроение, прошлое и судьба. Крупные уверенные мазки рождают подвижные эмоциональные образы. Выставка открыта до 15 октября. За это время Роман Ляпин планирует провести в Сочи серию мастер-классов. В Сочи подвели итоги третьего всероссийского турнира по вольной борьбе на призы президента Федерации спортивной борьбы Сочи Рубена Татуляна. Состязания прошли в отеле «Весна». Кто смог завоевать звание мастера спорта России, расскажет Татьяна Говоркова. Традиционной площадкой для проведения всероссийского турнира стал комплекс единоборств Александра Карелина. Выдающийся российский борец, трехкратный победитель Олимпийских игр, депутат Госдумы и герой России передал спортсменам из Архангельской области, Осетии, Чечни, Ставропольского края, Крыма, Карачаева, Черкесии и других городов страны свои поздравления и напутственные слова. Приветственный адрес зачитал заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Владимир Батурин. «Такие события – это яркая визитная карточка этого динамичного, интересного вида спорта. Наглядная форма пропаганда здорового образа жизни и деятельной активности». Побороться за призы президента Федерации спортивной борьбы Сочи Рубена Татуляна решили около 250 участников из 14 регионов. Возраст спортсменов от 13 лет и старше. Большое количество борцов представил Краснодарский край. «Пусть таких спортсменов, как мастера спорта, кандидата мастера спорта – это Сочи является. Благодаря нашего президента он старается создавать условия, чтобы ребята занимались спортом, борьбой именно». Всероссийский турнир проходит в Сочи уже третий год. На этот раз состязание приобрело статус мастерский, а значит спортсмены могут заработать звание мастера спорта России. А главная задача турнира – популяризация вольной борьбы и спорта в целом. «Главная цель, чтобы мальчишки видели и были хоть на сантиметр, хоть на граммулечку ближе к той национальной команде, которая завоевывает такой престиж для нашей страны во всем мире. Это самый дружеский, то есть объединяющий вокруг себя людей разных национальностей вид спорта – это борьба». Лучшие борцы определялись по восьми весовым категориям. Заслуженные призы от президента Федерации спортивной борьбы Сочи получили многие спортсмены. Среди победителей были и наши сочинские. Их также поздравили олимпийские чемпионы по вольной и греко-римской борьбе. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.